Если в кране нет воды, значит кто-то виноват. Ресурсоснабжающие организацию, управляющие компанией, руководство города, да кто угодно. Зареченцы ищут виновных в том, что временами из крана горячей воды течет далеко не кипяток. Приходится сливать воду, чтобы добиться нужной температуры, а счетчик в это время крутится. Так кто же виноват и что делать? Вот стакан воды. Нальем его горячей водой. Стакан чая. Через полчаса он какой будет? Холодный. То же самое происходит у нас в трубах. В наших трубах. И не только в наших. В первую очередь это происходит в трубах многоквартирных жилого дома. Там, где у нас мелкие трубы. Это внутренняя система ГВС разводки. Вся проблема, говорят специалисты, в городской системе горячего водоснабжения. Можно сколько угодно греть воду в котлах, но если ее не будут разбирать жильцы домов, горячей она будет лишь в котлах. На приборах в цехе теплоснабжения четко видно, вода нагрета до 84 градусов, что, кстати, гораздо больше, чем минимальные требования нормативных документов. А из кранов не хлещет кипяток с первых секунд. Мы можем нагреть и не 85 градусов, и 100 градусов, и больше теплоносителей. Но если его другая сторона брать не будет, никакого эффекта не будет. Она так и будет холодной. Раньше сливали, никто ее не считал. А теперь счетчики поставили, ее считают. Вот и все, ее перестали сливать. Выход один. Кардинально перестраивать всю систему горячего водоснабжения Заречного. По сути, построить новые коммуникации во всем городе. Поэтому жильцу сейчас нужно выбирать, где или мы получаем ресурс, такой, который у нас сейчас есть, присутствующий в системе открытого теплоснабжения, либо ждать, когда будут подписаны федеральные программы реконструкции всего города на закрытую систему теплоснабжения. А такие издержки, они были, есть и будут. Во время испытательного периода, во время больших праздников, когда люди из нашего города выезжают массово. Водоразбора нет, вода остывает. Это физика. Разговоры о том, что, мол, раньше было лучше, и вода горячее, и деревья выше. Всего лишь разговоры. В системе подачи тепла от котельной до квартиры ничего не поменялось. Изменилась система оплаты и потребления воды. Счетчики. Но все же и в этой ситуации, которую фактически невозможно изменить, и ресурсоснабжающая организация, и руководство города заинтересованы в одном – качественном предоставлении услуги населению. И это вполне реально. Первая зима после передачи энергокомплекса от завода к городу показала, зареченская система тепло- и водоснабжения работает стабильно и качественно. Ни одной серьезной аварии, ни одного дня без отопления. Я считаю, что это показатель качества работы энергоресурса в самый сложный отопительный сезон. Горячая вода летом – вот тот вопрос, который я хотел попросить. С нашей стороны, Виктор Васильевич, нужен контроль и контроль взаимодействия. Надо, давайте каждый день встречаться, давайте каждый день договариваться. Ситуацию с горячим водоснабжением руководство города берет под особый контроль. И зареченцы могут быть уверены – отключать на все лето горячую воду в городе не будут, как и все 57 лет существования Заречного. Станислав Корякин, Денис Дубицкий, телеразио «Компания Заречный».